Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. 28 мая, 7 утра, 7 градусов. Но вышло уже солнце и обещает денек быть хорошим таким. Сегодня с утра прочитала с тревогой комментарии, что и в Новосибирске был ураган про Екатеринбург. Я вообще ничего не говорю, там чуть ли не стихийное бедствие, что происходило. Показывают по телевизору страшные картинки. И нас как бы, у меня вот такое выражение, как прикрыто крылом ангела, что ли, вот наш, вот это именно мой огород. Нас все обходит стороной. Осталась еще одна ночь, ни мороза у нас не было. Как было выставлено, помните, я вчера говорила в Яндексе, выставлено было 6 градусов на ночь, так и было 6 градусов. Вот точно, ни больше, ни меньше. Предстоит еще одна холодная ночь, на которую выставлен температурный режим 5 градусов. Но я уже говорила, что у меня томаты взрослые, им это не грозит. У меня нет маленькой молодой рассады, у меня все они взрослые, ранних сроков посева. Так что, скорее всего, в этом году у нас все обойдется. Также у нас не было ни дождя, ни урагана. Но то, что дождя не было, видно вот по сухой земле дорожки, видите, аж потресканные все. Вчера в ручном режиме, я не стала ждать дождя, вчера в ручном режиме были политы все томаты, которые без капельного полива. Про капельный полив сейчас скажу отдельно несколько слов, потому что после того, как я выпустила, выложила ролик о своем опыте, у меня вот первый опыт, вот первый, второй год, вот только-только мы начинаем все осваивать, и много советов зрителей, которые могут пригодиться мне и другим людям. Вот недалее, как вчера я говорила, что у меня вот эта теплица, которая с подогревом, у которых поднятые обордюренные грядки не было полива. Но вчера мы уже сделали полив, вы видите, что первый раз земля уже мокрая. Одну бочку я слила, сейчас налью еще одну бочку. И вот в этом проблема, что тут 200-килограммовая бочка, и одной ее, конечно, не хватает, когда вот жаркий такой климат, когда все пересушено. Кстати, о Надюшке. У нас Надюшка поплатилась за свое чрезмерное вот такое вот трудолюбие, за чрезмерное участие. Вчера вечером пошла закрывать теплицы, холодно же, ну 6 градусов, это холодновато. Но она за мной следом, я же за ней не контролировала, иду, смотрю, думаю, будет мороз или не будет. Но она, короче, где-то отстала, и я ее закрыла вот в этой теплице с обогревом, и она всю ночь здесь ночевала. А мне пришлось единственного котенка, который остался всю ночь с собой брать и согревать его. Он же маленький еще, ему одному неуютно, он ходил искал, искал мамочку, не нашел. Но я не пошла ночью искать ее по огороду, думаю, придет утром сама. И вот мы спали с котенком, а утром, когда начала открывать теплицы, обнаружила, что Надюша сидит спокойно в придомовой теплице, не плачет, ничего ждет, когда хозяйка ее откроет. Вот такие вот чудеса у нас творятся. Вот этот вот капельный полив, про него очень-очень-очень много пришло мне советов зрителей. И когда многие пишут о фильтре, что нужен фильтр, который вот здесь вот ставится, между бочкой и между теплицей, мы его сначала устанавливали. Мы убрали его в первый же месяц, потому что, сейчас объясню почему. Потому что бочка была не крашеная. И вот мне сейчас написала одна зрительница, что они для того, чтобы не ржавило, ну ржавчина не была, вставляют какие-то полиэтиленовые мешки, вкладыши. Ни о каких вкладышах, конечно, мы не знали, я и сейчас первый раз услышала. Но фильтр мы убрали сами, потому что поливать, работать было с ним невозможно, он забивался. Его даже на один полив не хватало. Ну, вы теперь понимаете, почему забивался. Потому что бочка была не крашеная, вода была, она ржавела моментально. На солнце стоит теплая ржавчина. И этот фильтр, он не выдерживал даже одного полива. И мы решили так, что поливать с ним невозможно. Мы его убрали и все напрямую ушло. Вот теперь-то, когда бочка внутри покрашена и когда ржавчины нет, тогда, конечно, можно поставить мне и фильтр. Когда тут, видите, вода чистенькая, все. Но теперь я думаю, а теперь он, зачем мне, теперь он мне вроде бы и не нужен. Потому что мы наливаем воду чистую, без всяких. Вот некоторые пишут, у нас жесткая вода там из водопровода тоже забивается и все. У нас вода чистая, артезианская. И теперь мне фильтр вроде бы и не нужен. Еще я прочитала о том, что можно установить редуктор. Когда я сказала, вот эта грядка у нас первый раз мы поставили от водопровода. И мне нужно очень долго приспосабливаться в каком положении. Это я вот сейчас все советы повторяю для тех, кто тоже интересуется этой темой. Как и я. Я же только осваиваю капельный полив. Вот эти вот редукторы, например, у нас нет никаких редукторов. Но пишут зрители, что нужно ставить или два крана, вот этот вот отрегулировать так, ну на постоянную, как нужно. А этот уже можно будет потом включать, выключать. А этот кран второй не даст сильно большой напор, короче, пройти. Или еще редуктор, который, ну я не знаю полностью смысла вот этого. Я даже слово это не понимаю, что это такое. Нужно прочитать, изучить. Я всем говорила, что я по растениям-то я хорошо разбираюсь. А вот эти железки все, вот эти вот, как сказать, все вот это устройство, которое заводского производства, я не сильно разбираюсь. Но я узнаю, что такое редуктор. Сказали, нужно ставить редуктор, чтобы регулировать вот это давление. Я поняла. И еще ставится какое-то приспособление. Я когда говорила, помните, что от водопровода, от капельного через водопровод невозможно ни подкормки, ничего сделать. Но тут сказали, что тоже вставляется какое-то устройство между вот этой водой с водопровода и между этим. Что-то такое, которое подает подкормки. Я не знаю, освою я это или нет. У меня, если честно, времени не хватает. Тут хватило бы времени пропосынковать и подбязать. Но может быть, когда-то мы доживем, что у нас будут поставлены какие-то редукторы, вот эти инжекторы. Не знаю, что это такое. Поинтересуюсь. Возможно, буду изучать только следующей зимой, потому что сейчас у меня горячая пора. Мне, если честно, даже прическу уложить некогда. Встаешь в 6 утра и бегом, пока жары нет, или в теплицу лезешь, или между рядами, как это, ползешь-ползешь, вот видите, трава, все. Но для тех, кто мечтает установить капельный полив, кто не разбирается, вы вот эти комментарии от других зрителей, у кого уже 5 лет, у кого 6 лет капельный полив, который все это изучил, все нюансы, вы читайте, это очень удобно. Когда выложишь ролик, и со всей России, и даже из-за границы, начинают приходить комментарии, люди делятся своим собственным опытом, ну как, отрицательным, положительным всяким. И можно читать и делать выводы. Я вот с советов зрителей очень много черпаю и для себя. Вот теперь я узнала, что можно подкармливать растения и от водопровода. Применю я это или нет, это зависит только от меня, от моего свободного времени, от желания, там, будет у меня возможность или нет. Но теперь я знаю, что подкормка может быть и так. Вот, например, я захочу фитоспорин пропустить сюда. Мне достаточно как-то встроить сюда инжектор, который будет помаленьку распределять по ним. Но это все требует изучения, конечно. И дальше. Капельный полив, конечно, хорошо, но все приходят к мнению, что нужно смириться с тем, что через несколько лет капельные ленты все-таки приходится менять. Ну, и еще одна приятная новость. После выпуска моего видео, несколько, уже два, по-моему, человека написали, что сделали заказ на сайте вот эти инструменты.ру, когда я сказала, я не знаю точно, правда там бесплатная доставка или нет, но с меня не взяли. И они сказали, действительно, там у них доставка бесплатная. И еще зрители пишут, что они всегда пользуются этим сайтом, что действительно там очень хорошо. Значит, я не ошиблась, когда я говорила, что, по-моему, там только платишь за стоимость товара, а доставка бесплатна. И я вот вчера женщина написала, да, действительно, там доставка бесплатна. Я ей написала, что да, в наше время бесплатная доставка – это очень редкость. И, конечно, это приятный бонус, что не нужно платить лишние 500 рублей. Вот я сейчас выбираю себе опрыскиватель «Умница» на всяких сайтах разных. И это тоже оказалась проблема. Заказываю обратный звонок, чтобы консультацию менеджера получить. Какой выбрать мне? Никто не перезванивает, никак не могу добиться. Там просто форма, молча выбирай, вот так вот оплачивай все. И доставка везде 400-500 рублей, 400-500 рублей. Нужно, значит, зайти опять на инструменты.рум. Может быть, у них тоже есть опрыскиватели. А опять придется на этот же сайт, только из-за того, что там более понятно. Там менеджер перезванивает сразу, и он все выспрашивает, все узнает. И бесплатная доставка. Наверное, пойду проторенной дорогой. Вчера также по советам зрителей, когда я спросила совет, как лучше все-таки уберечь вот эту чудо-теплицу от ветра, он уже поднимался как бы шторм. Мне все написали, что лучше ее на такие времена, когда ветер, закрывать. Вот я ее закрыла, сейчас открою немножко, но одну сторону, вторую не буду. И хорошо, что у нас ни града, ничего не было. Испытать, конечно, полностью хочется эту чудо-теплицу, но лучше пусть нас обойдет град стороной. Вот пока все у нас хорошо, и обходит нас град стороной, и все неприятности как-то мимо пролетают. Да, действительно, погода в этом году загадка. Вот одна женщина написала, что нынче или пан, или пропал. Вот я рискнула, высадила все рано. Не хочется разочароваться, хочется, чтобы нас обошел и град, и ураган стороной. И мне очень не хочется так же, чтобы у других у кого-то был град или ураган. Пусть все огородники живут спокойно и размеренно своей жизнью, получают удовольствие. Спрашивают про собачку. Оказалось, собачку купить в нашем городе так же сложно, как тленка капельного полива. Не в Бискине, в Бардауле. Нет, надо ехать в Новосибирск. Сегодня я снимаю видеоролик, ответы на вопросы. Я там подробно расскажу, почему я не смогла купить собачку, какую я хочу собачку и какая у нас была. Покажу свою красавицу, которую я хочу повторить еще раз. Вот этот опыт выращивания вот такой собаки, прекрасной, красивой. И вот сейчас, глядя на свои стройные ряды томатов, я думаю, да чего же мы люди все разные. Только что вот утром я проснулась, открыла вот сейчас, и первый же комментарий... Ой, забыла. Ну, короче, не важно, забыла имя и фамилия. Женщина пишет, ужас, столько помидоров. Вы, наверное, торгуете на базаре. Столько, одни палки. Как жутко. Я так улыбнулась, но я и написала, что слово ужас и жутко к огороду, мне кажется, вообще неприменимо. Каким бы он ни был, это же растение. И написала, очень жаль, что у вас такое восприятие в черном цвете. Все-таки какие мы разные. Смотрите, люди смотрят вот эти обзоры, мои ряды, и наоборот, как у них вызывает это какой-то восторг, восхищение. Как красиво томаты растут прям рядами стройными. Красота, заглядение. А кто-то смотрит, ужас, как неуютно. А какой уют должен быть в огороде, что здесь кресла вам мягкие поставить, пуфики. У меня есть место и для цветов, но если здесь вот царство томатов, значит здесь одни томаты. И хочется, чтобы у людей был у всех вот цвет настроения зеленый. Глядя на зелень, люди и добреют, и какие-то самые-самые с глубины души поднимаются какие-то чувства. Да, растение это жизнь, это что-то живое, на что хочется любоваться. А зеленый цвет он вообще успокаивает. Вот посмотрев несколько лет только на зеленые вот такие вот растения, я вообще всю свою нервную систему привела в порядок, уравновесилась, успокоилась. И когда человек, глядя на огород, ну каким бы он ни был, ну пусть не нравятся ей мои колышки, но глядя на огород, написать ужас и жуть, это значит с человеком что-то не в порядке. Требуется лечение срочное, прям выходить и смотреть на зелень по 12 часов в день. Вся жуть пройдет и весь ужас из организма выйдет. Желаю всем цвет настроения зеленый, глядеть, любоваться своими растениями, восхищаться ими, любить их, черпать от них силы, энергию, бегать босиком вот по этим дорожкам, заряжаться. Вот смотрите, думаете, почему у меня такие же широкие дорожки? Ну, два видео назад, когда вчерашнее видео, вы, наверное, поняли почему, чтобы здесь можно было во время работы и сесть отдохнуть, и прилечь. Это земля наша, это такая батарейка, такой заряд получаешь. Конечно, если холодно ложиться не нужно, только тогда, вот когда я сидела, лежала при 30 градусах, когда земля теплая, она как это массажное кресло, садишься, ложишься и балдеешь. Какая тут жуть, какой тут ужас, прелесть, ляпота. Все, до свидания, желаю всем хорошей погоды, желаю всем, чтобы так же, как мой огород, вас обходили и бураны, и ураганы, и град, и все, не надо нам это ничего. Кш-кш-кш, чур меня. Все, до свидания. Кстати, вот этот комментарий, как раз я утром его открыла, он всего был 27 лет назад, под видеообзор 27 мая, под вчерашним обзором. Людмила Богатыренко, у нее вызывает ужас вид растений, пишет, ужас, такое количество томатов. Вы, наверное, на базаре торгуете, и еще два знака, восклицательные, вопросительные, хочется сказать. А вам какое дело? Для семьи это очень много. Вот смотрю на ваш огород, аж жутко, одни колия стоят, как-то неуютно, и аж пять восклицательных знаков. Ну, такие комментарии, как вообще человек, зачем пишет такие комментарии, что ему жутко, что ему как-то ужас. Если ужас берет, ну, надо какие-то средства принимать. Есть эти успокаивающие такие, как от тревожности. Я, правда, не знаю названий, ни разу не пила. Но я и написала, на базаре не торгую, если это вас так волнует. Я поняла, что, скорее всего, ее только это волнует. Вдруг человек вырастет что-то, да еще, не дай бог, продаст на базаре, да не дай бог, поднимет благосостояние своей семьи. Мы же все должны быть бедными и такими несчастными. Ну, я ей тоже написала. Еще мне кажется, что слова ужаса жутко не подходят к описанию огорода, каким бы он ни был. Жаль, что у вас такое восприятие в черном цвете. Надо, конечно, чтобы к нам поменьше заходило вот таких людей, которые видят все в негативном ключе, в черном цвете. У нас зелень в огороде, у нас все прекрасно, у нас все вырастет. У нас даже если у кого-то подмерзли до половины томаты, вырастим через пасынок, вырастим через какие-то прикорневые отростки. Все будет хорошо, несмотря на погоду и несмотря на Людмилу Богатыренко. Я вот сейчас сказала, что в вечернее видео у ответа на вопросы вставлю вот это объяснение про собачку. Но я решила выложить прямо сейчас. Я туда тоже добавлю. И вот сейчас вот после моих слов, кого интересуют только огородные дела, можете дальше не смотреть. Дальше я расскажу ситуацию про щенка и про собачку. Это для тех, кто интересуется, потому что приходит много вопросов, купила ли я собачку, покажите собачку. Показать еще нечего, сейчас расскажу все подробно. И в конце этого видео я не могу не поговорить о собаке, потому что когда я упомянула 25 мая о том, что поеду выбирать щеночка, многие сказали, что вот Светлана Титкова пишет, хорошего друга выбрать вам. Все пишут, что покажите потом собачку, когда купите. Но дело в том, что у нас такая ситуация, что оказалось, я вот ездила в наш клуб собаководства, в Бийске, в самой крупной. Оказалось, что у нас в городе нет щенков на данный момент кавказской овчарки. Он позвонил в Барнаул, в Барнауле тоже нет, в Новосибирске есть 11 щенков там одних, но туда надо ехать. И я, так как я давно не брала, не покупала собаку, я, конечно, была в шоке. Он спросил вам собаку, чтобы на выставках представлять или простую, я говорю, да простую он. Потому что на выставках представлять, которую надо 50 тысяч она стоит, а простая 25 щеночек. Я, конечно, была в шоке от такой цены, но я думаю, ну ладно, ну не в этом месяце, там в следующем. Он говорит, с кавказскими овчарками очень сложно, я вот сейчас покажу, какая была у нас кавказская овчарка. Я как вспомню, каких щеночков она нам рожала, прекрасных, смотрите, медвежата, ну вообще, я хочу только такую, я так соскучилась по таким собачкам. Она у нас была королева, но у нас две было кавказских овчарки. У нас вот эта первая собака, она очень долго жила в доме, несмотря на то, что она огромная была, волосатая, такая лошадина. Она жила у нас дома и спала на диванах, мы ей все разрешали, мы ее так любили. И вот этот вот младший сын, он вырос вместе с ней, она его, говорю, что на санках катала, и защитница была, и все. И он, когда ушел в армию, он прям просил, мам, пришли свою фотографию Златкиной, покажу вам. Вот фотографировала, специально ему в армию вот это фото делала, где я и Злата. Он так, по-моему, соскучился. И сейчас покажу еще. И вот эту делала, это соседский мальчик, он там со мной сдружился, и я делала вот Златку, Саньку и себя. И смотрите, вот эту себе оставила, а эту фотографию в армию отсылала. Посмотрите, он ее носил каждый день с собой, она вся была мятая-перемятая и привез назад. И вот Златка вместе с ним всю армию была. Вот собачка была прям член семьи. О, это тоже для армии делала. А, я хочу сказать, что раньше хотя не было вот этих цифровых фотоаппаратов, я бы больше фотографировала. Вот это наш кот Гномик любимый. Мы всегда живем с кошками, с собаками. И раньше цифровых не было. Купишь вот 36 кадров вот этот фотоаппарат, хоть один или два кадра обязательно я своим любимцам. То Гномика сфотографирую, то Златку. Видите, туда же у нас календарь, и то кошечка на календаре была. И вот, ох, это гуси. Специально для детей заводили даже гусей, чтобы приучать их, как сказать, к животному миру. Вкапывали ванну, вот с мужем мы траву ездили, косили. Ну, занимались, короче, всякой ерундой. Каких только животных у нас не было. Все, лишь бы дети были не оторваны от мира. Но это все, это уже дом просто наш. И вот я про что хочу сказать, что оказалось, что, во-первых, такие высокие цены с тех пор, как собаки у нас вот это не стало. Мы же ее покупали давно, она умерла последние два года назад, а перед этим 15 лет жила. Короче, мы 17 лет не были на рынке собак. Он нам тогда кинолог этот сказал. Он не кинолог, он руководитель клуба любителей собак, короче, нашего собаководства всего. Там кто на выставке к нему приводит, дрессура, все, короче, все официально. И если покупать собаку с документами, то обязательно через него надо там регистрировать, паспорт ей делать. Вот у нас Златка была с паспортом, в паспорте фотография, имена родителей, чтобы потом, ну, была чистокровная овчарка. Вот таких собак, он сейчас мне сказал категорично, что в нашем городе, в Бийске, точно вы не найдете кавказскую овчарку. Я говорю, а почему? Трудны к разведению, никто не хочет возиться. Во-первых, их надо, когда они сводятся, вот эту случку. У нас вот вторая собака много лет жила, больше 10 лет. Она ни разу не родила, потому что кинолога не стали привлекать, сами не смогли. Кобеля привозили, они друг с другом не могут соединиться, то у них разный рост не подходит. Вот эта вот высота, короче, вот этих половых органов, короче, ну, сложности не хотят они, не могут. Или он говорит, не могут случиться, или не могут забеременеть после случки, или не могут родить тяжелые роды. Ну, и говорит, с кавказскими кавказята у нас в дефиците, в Бийске нет. Позвонил в Барнаул, в Барнауле тоже, говорит, в данный момент в наличии, в продаже щенков нет, только в Новосибирске. Везти с Новосибирска или заказывать, чтобы они везли за наш счет, или самим ехать туда. Ну, и, короче, оказалась такая проблема. Я вот утром, когда говорила, что я в предвкушении, собачонка там, все. Теперь я вернулась, когда в тот день, конечно, у меня настроение немножечко упало. Я вот села, начала пересматривать Златкины, сейчас вернусь к ней, Златкины фотографии нашу красавицу. Думаю, ну, неужели никогда у нас не будет такой собачки? Где вот искать? Ехать в Новосибирск, конечно, в период карантина, коронавируса. Я не поеду, ну, из-за щенка это уж совсем, что, это, как сказать, смерть, что ли, щенка. Вот так хочется. Я вот посмотрю на нее, вспомню, какая она была хорошая. Я вот одной зрительнице писала, до того была сильная собака, мы ходили в гости один раз на день рождения, муж лишнего выпил, не мог дойти, мы его на санке и на собаку, и на собаках через 4 квартала привезли его домой. Она была на все случаи жизни, и ребенка покатать, и мужа пьяного до дома довезти, и охранница, и такая была она ласковая, добродушная, подойдет в глазки, посмотрит, полежит своим язычком, чтобы какого-то ребенка она нашего хоть раз обидела, нет. Они ее и кусали маленькую, и шерсть ей выдирали, и что только не делали, и верхом садились, и душили ее. Ну, во время игры, конечно, не так, что душили. Она все им прощала, никогда не тронет ни одного. Вот мечтаю еще раз о такой собаке. Ну, а кинолог сказал, ну, раз вы хотите, влюблены в кавказских овчарок, хотите овчарку, покупайте на базаре похожую на кавказскую овчарку за 5 тысяч. Зашла на Авито, посмотрела все объявления о животных. Ни одного щенка кавказской овчарки, какие-то чао-чао, там пекинесы, всякие разные, те, которые я вообще даже не хочу в своем доме иметь. Вот, мечтаю о кавказской овчарке. Буду ждать, может быть, на будущий год. Они обычно весной, осенью как-то чаще всего щенки появляются. Дело в том, что у нас теперь все сделали цивилизованные базары, и вот это их вот раньше животных приносили, просто частные лица продавали на пятачке. Теперь их туда не запускают. Ну, в смысле, этот базар вообще почти исчез. Там надо за продажу сколько-то платить. Люди не хотят туда ходить, ничего не выставляют. И, скорее всего, может быть, даже в нашем городе и не разводят их. Я не знаю, правда. И вот знаю только, что мне указали цену, что ориентируйтесь на 25 тысяч. Простой щенок. Просто с документами. А если такой, для соревнований, для выставок 50 тысяч собака. Я была в шоке. Я была в шоке. Я была в шоке. Я была в шоке. Так что теперь все равно под ps deform Kh. Продолжение следует...